куда интересно дорога приведет нас резкий поворот назад пошла откровенно назад я хотел вперед она назад но чтобы попасть вперед иногда надо двигаться назад вы согласны сейчас есть возможность выбрать можно продолжать двигаться назад тупо тут даже проще можно взять и повернуть вот сюда например и тут уже простор тут уже любовь тут уже кое-что другая жизнь абсолютно амур смотри-ка здесь уже комфорт цивилизация ну ну мы туда не пойдем а мы двинемся вперед а можем пойти по целине взять и сойти с проторенной дороги всегда там ходили и все там ходят а можно взять и пойти прямо через парк без дороги и возможно твой след через некоторое время превратится в тропинку а потом в широкую столбовую дорогу по которой тоже пойдут тысячи людей а потом при нужных обстоятельствах снова выйти на широкую дорогу там где уже все прошли чтобы не выдумывать свой велосипед идти комфортно дыша полной грудью и наслаждаясь удобствами которые до нас кто-то уже создал а в нужный момент взять и вновь повернуть и опять пойти через непаханую целину пойти там где никто не хаживал чтобы что чтобы возможно найти новую дорогу неизвестным людям а возможно чтобы насладиться путешествием открытиями которые всегда 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 неожиданное открытие сопутствует чему сопутствуют путешествию по непроторенным тропам о куда мы попали к источнику здесь течет горячая вода неожиданно для всех и придется обходить надо будет искать обходные пути и так вот по жизни и кувыркаются люди идут одни ходят только по тропам которые нехоженные они конечно все в шрамах они конечно экстремалы и они конечно же не всегда добивается успеха надо признать но есть такие люди которые ходят исключительно исключительно в комфортных зонах там где всегда ходили мама папа бабушка дедушка прабабушка праба прадедушка вот типа такого вот так они ходят не спеша размеренно если им говорят ну-ка сверни сюда для них это жуткий дискомфорт это уже дорога менее красивая чуть в гору здесь нет таких фонарей неплохо но все-таки некомфортно и эти люди отказываются а если им предложат ради их цели и лучшей жизни повернут на еще более узкую дорогу то они вообще никогда не пойдут туда просто откажется и все сядут и лучше будут сидеть плача и рыдая у них не будет того они будут страдать от дефицита от недостатка от унижения но не пойдут а есть люди которые имеют цель они точно нужно знать чего хотят и если эта цель требует того чтобы человек неожиданно взял и свернул на непроторенную дорогу вообще на место где нет тропинок даже то эти люди идут их называют лидерами лидеры бывают разные высокие и стройные молодые и красивые толстые лысые коротенькие седые обрюзшие внешне с голубыми глазами и с коричневыми белые и темнокожие лидеры бывают разные но у них всегда есть что-то одно они хотят узнать как жили до них такие люди лидеры как они ходили почему они перли вот здесь например вот так вот и они читают книги и книги называются биографии великих в основном они не читают книжки самоучителей для чайников как сделать то как сделать это они сами говорят другим что и как делать предварительно наработав свой собственный опыт проходя через разные острые моменты своей жизни через тупики обходные пути через нехоженные тропки через то что им пришлось пройти они приобретают свой опыт и этот опыт внедряют и он становится достоянием многих вот так вот путешествие в парке получилось что-то такое даже не знаю как это назвать размышления на ходу а не не в в в размышлений большинство людей даже и не задумывается таких вещах никогда большинство людей никто не имеет и не читает их и размышляет как стать лидером кто это такой и зачем это надо и вообще говорил один мой знакомый здоровенный дядя подполковник в запасе его жена лариса худенькая маленькая господи изнуренная внуками которых побросали ей две дочери а сами смылись ведущее хозяйство работающие на двух работах и дома еще берущие бухгалтерскую работу на дом она мне говорит слушай повлияй на него целыми днями лежит